Приветствую, дорогие друзья! Очередное видео для вас. Подготовил интересную информацию, которая всегда нужна пчеловодам. И в любой момент вы можете заглянуть на мои видео, или скачать, или поставить лайк. У вас останется на вашем сайте. Интересная информация для вашего развития. Потому что все, что я стараюсь находить, это опыты ученых, опыты пчеловодов прошедших лет. Итак, это я зачитаю интересную информацию из пчеловодного журнала 1960 года, номер 2. Старинный журнал, прошло уже около 58 лет. Так что читаем дальше. Эти люди, которые там трудились, я думаю, они уже отошли в вечность, за редким исключением, может кто-то остался. Интересная статейка, она весьма интересная и очень простая. Я думаю, вам понравится. Называется «Биологический лекарственный способ лечения американского гнильца». Я думаю, что и не только американского, и европейского. Они, в принципе, практически одинаковые. Смысл. В известиях Института сравнительной патологии домашних животных Болгарской академии наук опубликована работа Тошкова и Нитиянова о лечении американского гнильца. Это, как вы поняли, не Советского Союза, а Болгарская академия наук с Болгарией. Было установлено, что лётные пчёлы после работы в поле по сбору нектара и пыльцы возвращаются в улей, практически освободившись от спор, вызывающих заболевание американским гнильцом. Из этих пчёл без какого-либо риска можно создавать новые здоровые семьи или пополнять ими старые семьи. Улей с больной семьёй относят на новое место, а на старое ставят другой улей с небольшой здоровой семьёй. Пчёлы, вылетевшие или вылетающие из больной семьи после работы, возвращаются на старое место, входят в здоровую семью и в ней живут. Эта семья быстро растёт и скоро становится полноценной и продуктивной. Отнесённая в сторону семья, лишённая рабочих пчёл, если она очень слаба и не имеет кормовых запасов, уничтожается. Если же она ещё сохранила силу, то её через 24-36 часов отвозят на 4-5 километров в изолятор и там подвергают лечению. То есть на расстояние, откуда уже, так как вся лётная пчела слетела, её отвозят приблизительно на 4-5 километров. Нелётная пчела уже не может сразу пролететь это расстояние, и поэтому пока она там научится летать, проходит 5, и она уже облётывается на новом месте. И дальше читаем. В проведённом опыте из 13 больных семей заражение расплода составляло от 10 до 80%. Было создано 12 здоровых семей. Из 13 и 12. Ну, одну семью потеряли. Но в целом это очень быстрый результат и хороший. И также, если все остальные семьи лечат то ли пенициллином, антибиотиками. Вот, то есть для быстрого излечивания. Или же создают условия, матку заключают в клетку и прикармливают сиропом, чтобы эти пчёлы молодые, которые вышли, они, если там нету питания, могли это самое, так сказать, развиваться, не умереть. Ну, через 15 дней приблизительно вся эта семья начнёт летать. И их можно привезти назад и подсоединить к любой семье, эту летную молодую пчелу. И она, ну, как говорится, это семья, ну, пчёлы будут приняты. Ну, старую матку желательно убрать, потому что, как правило, и старые матки с нельцом ликвидируются. Они практически, ну, заболевшие, потому что они не летают и общаются в гнезде, постоянно находятся. И споры на них остаются. Итак, друзья, дорогие, это вот такой очень простой биологический способ. А это проверено в Институте патологии домашних животных Болгарской Академии Наук. 1958 год. Даже тут написана книга номер 6, так называется. Известие Института сравнительной патологии домашних животных Болгарской Академии Наук. В кавычках так название книги и книг, по-видимому, серия книг. Еще, еще информация есть интересная. Это зимовка лучи во втором корпусе. Описывает одна, так сказать, пчеловодка Светкова. Издавна пчелы живут в дуплах деревьев. В зимний период они созристотачиваются в верхней его части пространства, чтобы иметь возможность весной расширять гнездо к низу. Зимой пчелиные семьи должны создать такой температурный режим, при котором они дожили бы до весны. Для выработки тепла требуется достаточное количество углеводов, кислородов и постоянная вентиляция. Эти условия решают успех зимовки. В проведенных опытах по зимовке пчел в различных типах ульев эти условия были полностью обеспечены. В заключении необходимо остановиться на выводах, сделанных автором на основе обработки полученных результатов, опытов биометрическим методом. Первое. Расход запасов корма во время зимовки пчел во втором корпусе над пустым гнездом уменьшается и только с появлением расплода увеличивается пропорциональная площадь занимаемым расплодом. Второе. Семьи, зимующие во втором корпусе, характеризуются весной дружным облетом. Третье. Жизнеспособность пчелиных семей после зимовки выше. Пчелы живут на 10-12 дней дольше. Это те, которые зимовали во втором корпусе. Семьи, зимующие во втором корпусе, весной быстрее развиваются. Матки несут яиц больше. Сделанные выводы свидетельствуют о преимуществах зимовки пчелиных семей во вторых корпусах над пустыми сотами. В нижнем корпусе по сравнению с обычным сотом. Также могу добавить от себя, что это правильный вывод. Сделан был еще в 1960 году. И сейчас рекомендуется, даже у нас в американских журналах пчеловодства, показано, что надставочка снизу ставится. Такая на 20 сантиметров. Чтобы от дна было до корпуса 20 сантиметров. Воздушная прослойка. И это намного полезно и лучше для пчел. Они лучше зимуют. Итак, дорогие друзья, это то, что было в старину. И то, что сейчас, оно практически соответствует действительности. Можете использовать просто магазинную надставочку. Можете поставить снизу, а потом корпус подставить. И если у вас дно отделяется, ставите магазинную, а потом корпус. Таким образом пчелы соберутся в корпусе и зимуют лучше. Что еще хочу прочитать. Интересная статья. Еще одна интересная. Как рабочие пчелы ощущают присутствие своей матки. Называется статья. В лаборатории сравнительной физиологии Утрекского университета Голландия. Это в Голландии. Проведены интересные работы, которые опубликованы в журнале. Тут называется журнал по-голландски. Я не могу его прочитать. Автор изучал развитие яичников пчел, содержащих маленькими группами. Около 50 штук. В клеточках в присутствии живых или мертвых маток. Или каких-либо предметов, покрытых слоем экстрата маточкиного вещества. Контролем служили такие же пчелы, но заключенные в клеточке без маток. Тут имеется в виду, что влияет на откладку яиц с пчелами-трутовками. На откладку яиц с пчелами-трутовками влияет то, что они не ощущают запаха матки. Вот этот вариант они проверяли. То есть, когда семья может стать трутовкой. Вопрос задается. Читаем дальше. Установлено, что в нормальных ульях в зимние месяцы, в ноябрь-апрель, никакого развития яичников у рабочих пчел не происходит. В ноябрь-апрель, это вам понятно, в зимние месяцы матка не откладывают, но пчелы тоже не откладывают. В чем причина? На развитие яичников пчел оказывает влияние условия погоды, медосбора, а также присутствие личинок маточников и в очень сильной степени маток. Установлено это. В безматочных семьях на развитие яичников пчел сильно действует в содержании белка в корме. Развитие яичников у пчел безматочной семейки при корме канди с содержанием 15% высушенной пыльцы было на 69% больше контроля без пыльцы. Добавка 5% пыльцы вызывала увеличение развития яичников на 5%, в то время как добавка 5% козеина на 40%. Пчелы в безматочных семьях занимаются воскостроительством только при наличии белкового корма. С уменьшением количества пчел в клеточке развитие яичников у пчел понижалось, то есть количество пчел в клеточке уменьшалось и развитие яичников понижалось. Из отдельных частей только что убитой матки, отчетливо задерживающей влияние на развитие яичников, оказывала голова матки, менее отчетливо брюшко и сомнительная грудь, то есть каким-то образом на голове выделялось это свойство или запах, который выделялся, поэтому пчелы всегда лижут голову матки. И далее читаем. Задержившие влияние на развитие яичников оказывали не только недавно убитые матки, но также и пролежавшие 1-2 года плодные и неплодные матки. Интересно отметить, что плодные матки, убитые 3 года назад, обладали этим свойством, но неплодные матки, убитые 3 года назад, воздействия не производили. Смотрите, какие действия. То есть, если матка у вас пропала, вы ее можете собрать и положить в коробочку, клеточку. Если случилась у вас какая-то проблема, вы ее можете в клеточку положить, куда один человек описывал, я ее иголочкой проткнул, сухую матку, и в соте поставил, и семья может не отрутовить. Вот что интересно. Пока вы не приобретете новую матку, не подставите туда, у вас временно можно, так сказать, предотвратить развитие пчел-трутовок. Вот эта мысль здесь развивается. Далее читаем. Мертвые матки сохраняли задерживающее влияние на развитие яичников в 5 следующих случаях. Один за другим в опытах общей продолжительностью 10 недель. Ну, это в 2,5 месяца они проверяли, почти летом. В каждом опыте было по 50 молодых пчел. Развитие яичников у пчел начинается приблизительно через 5 дней после удаления их из их среды матки. Что интересно, запоминайте. Это ключевой метод, ключевая информация для вас, что, это самоглавная информация, друзья, что если в течение 5 дней матка отсутствует, то пчелы могут начать от трутов выливать. То есть у них яичники начинают развиваться, и они начнут откладывать яйца трутней. Читаем дальше. Это очень важная информация. Вы должны знать. Далее читаем. При помощи отделения матки от пчел двойной сеткой установлено, что задерживающее влияние оказывается только при прямом контакте пчел и матки. То есть, если пчелы близкого контакта не имели, а за двойной сеткой были, матка хоть и издавала запах, это не тормозит развитие яичников. Семья от трутовит. Поэтому пчелы должны иметь контакт с маткой. Матка покрытая, далее читаем. Матка покрытая двумя слоями металлического лака не оказывала задерживающего влияния на развитие яичников при прямом контакте. То есть, матку сильно они покрывали вот этим лаком. Но она, по-видимому, это мертвая матка была. Они ее в лак опустили, потому что живую матку трудно покрыть лаком, чтобы она дышала дальше. Дальше тут написано. Мертвая матка обработана в экстракторе в течение 12 часов винным спиртом или ацетоном, теряла свойство задерживать развитие яичника у пчел. То есть, убивались все запахи от мертвой матки. И она, если она в спирту была или в ацетоне, то уже ацетон отбивал все это маточное вещество, и пчелы также становились трутовками. Маточное вещество, извлеченное растворителями, состояло из омыляемых веществ, или точнее жирных кислот. Маточное вещество наносили на мертвых пчел, трутни, фильтровальную бумагу, кусочки дерева и так далее. Все они сдерживали развитие яичников. То есть, как вы знаете, сейчас уже есть такой опирой и тому подобное название, именно сделаны на основании этого вещества, которые привлекают раи. И очень полезно для пчеловода иметь такое. Но оно быстро выветривается. То есть, оно действует на короткий промежуток времени. Мертвая матка, покрытая плесенью, влияние на пчел не оказывала. Между прикасанием пчел к матке, усиками, облизыванием ее и развитием яичников, существует зависимость. Хочу немножко добавить, что вот я сейчас размышлял, такая миссель пришла, что для тех, кто любит ловить раи, желательно насобирать плодных маток, которые поумирали. И их можно, так сказать, и прополюсные эти холстики, так прикалывать, ну или как оставлять там, чтобы они там были в ваших ловушках, раевнях, куда поблизости и более, как говорится, привлекательно привлекались бы пчелы и раи. Читаем дальше. Как тут написано, я уже хотел сказать, что до трех лет запах издает эта матка, поэтому привлекания будет больше, чем опирой и другие, которые выпариваются. Читаем дальше, что тут написано. Подмешивание в корм экстрактом маточного вещества и скармливать через кормушки не вызывало задержившего развития яичников. То есть, если это в корм подмешать вот этот опирой, то яичники все равно развиваются, трутовые пчелы все равно развиваются, ложат трутней. Тот же корм, нанесенный на мертвую матку или рабочую пчелу, но не на стекло, не способно впитывать, оказывал сдержившее влияние на развитие яичников. То есть, если на матку нанесли, он сдерживает. При подмешивании экстракта маточного вещества, извлеченное из 10 маток, более чем 2,5 сахарной подкормки, задерживающая влияние корма, исчезает. То есть, если повышена сахаристость, корм просто не работает, это маточное вещество в этом корме. Поэтому сахаристость должна быть очень низкая. Итак, друзья, вот такая вот информация для вас. Это очень интересная информация. Если вы возьмете во внимание, выберите эту важную информацию, то вы сможете ловить раи и, так сказать, сможете предотвратить о трутовине ваших семей. Также еще небольшая статейка, называется «Ктырь». Враг пчел. Это такая, знаете, стрекоза с крылочками, так вот летает. Она как волк. Они все хищники эти. Я вам покажу тут фотографию. Это, правда, не сильно ясно. Ну, я думаю, вы знаете, они таких на сухих деревьях сидят, на сухих таких веточках или где-нибудь там кусочек малины у вас, там засох, торчит, веточка сухая. Она так сверху садится и у нее крылочки вот так как растопыри, она полетела. Здесь они называются «Ктыри» или по-английски «осилледай» или «диптера». Все без исключения хищники. Питаются они разными различными насекомыми, в том числе и медоносными пчелами. Вред, приносимый ктырями, очень ощутителен. Известен случай, когда один ктырь за день уничтожал до 141 пчелы. То есть они разных видов бывают. Они бывают и большие стрекозы такие, и маленькие. Так крылочки сложены, головка спереди, и крылочки назад сложены. А есть вот так крылочки в стороны торчат, и головка спереди. Вот по-разному. В СССР имеется более 300 видов ктырей. Из них не менее 50 видов являются хищниками пчел. В некоторых местах размножение ктырей, питающихся пчелами, достигает больших размеров. До 50 особей на 100 метров квадратных. Это очень большое. Это 10 метров на 10, это 100 метров квадратных. Это площадь 10 метров на 10 квадрат. Для юго-восточного Казахстана тут написано. Такая площадь бывает. В поисках пищи ктыри перелетают и скапливаются огромными массами в местах с обилием добычи. Такие и районы становятся охотничьими участками этих хищников. Пойманную пчелу ктырь высасывает обычно тут же, около места поимки, садясь на какой-либо возвышенный предмет. От добычи остается только наружный хитиновый скелет. Вопрос о размере вреда приносимым ктырями пчеловодству изучен слабо. В этой заметке нам хочется обратить внимание пчеловодов на ктырей и выяснение их роли как хищников пчел. При этом надо учитывать, что ктыри охотятся за пчелами, как правило, на полях и лугах во время сбора нектара. На фотографии один из экземпляров ктырей, который дает примерное представление о всех иногда очень своеобразных видах. Я немножко покажу эту информацию вам, чтобы вы посмотрели, что она представляет. Итак, видите, вот это вот она стрекоза, вот она головка, вот это туловище, вот это хвостик, а тут крылышки торчат в разные стороны. Ну, а она сидит тут под наклоном, если так посмотреть, обычно они вот так садятся сверху. Вот это головка, туловище, хвостик и крылышки не видно, потому что затемненная фотография. Вот. Итак, друзья, это то, что я хотел вам сегодня сказать в этом видео. Подписывайтесь, ставьте лайки, задавайте вопросы, будьте всесторонне, так сказать, осведомлены о врагах и о пчеловодстве, чтобы вам знать, что посадить, от чего предостерегаться, где может случиться проблема. И старайтесь постоянно развиваться, не забывайте отмечать в вашем журнале различную информацию, которая вам понравилась. В конце видео всегда появляются интересные видео с моего канала. Если вы задержитесь и посмотрите после моих слов, то можете нажать любое видео и посмотреть это. До встречи, до следующего видео. Удачи вам во всех делах. Продолжение следует...